Субтитры делал DimaTorzok Действительно, мы пристально наблюдаем за облаками. За облаками наблюдают метеонаблюдатели на метеоплощадке 8 раз в сутки. И формы облаков, которые всем известны, они много о чем говорят. Кстати, форм много есть. Помимо слоистых, перистых и кучевых облаков, есть еще много переходных разных форм. И они являются, в общем-то, такими показателями того, какие процессы происходят в атмосфере. Обращаю внимание, что есть зимние формы облаков и летние. Так, например, зимой сложно увидеть кучевые облака. Это облака хорошей погоды, это те облака, которые мы наблюдаем летом. Облака появляются, когда воздух охлаждается до точки росы, температурой, при которой воздух уже не справляется с содержащимся в нем водяным паром. При этой температуре водяной пар конденсируется и формирует капельки жидкой воды, которые мы видим как облако. Чтобы такое произошло, воздушным массам необходимо подняться в атмосфере, или же влажный воздух должен войти в контакт с холодной поверхностью. Стоит отметить, что не существует двух похожих облаков, они постоянно меняют свою форму. Различие это объясняется тем, что они образуются на разной высоте и при различной температуре. Кроме того, облака могут состоять из разных частичек, в зависимости от высоты и температуры. На примере кучевых облаков можно заметить, что эти облака хорошей погоды похожи на вату. В солнечный день лучи греют землю, которая греет воздух, расположенный прямо над ней. Нагретый воздух благодаря конвекции поднимается вверх и формирует кучевые облака. Конечно, мы по некоторым специфическим формам облаков, по выбросам таких облаков, можем говорить о приближении атмосферного фронта. По формам облаков мы судим о их высоте. А высота облачности в некоторых случаях, например, у кучевых облаков, это нам говорит уровень конденсации. То есть, по сути дела, мы имеем некоторое представление о распределении метеовеличин в пространстве. Кроме того, климатологи также следят за облаками. Следят за облаками не только с Земли, но следят за облаками со спутников с целью оценки интегрального количества облаков на земном шаре. И оно, кстати, растет. Подробнее о том, что же скрывают в себе облака и как научиться их грамотно различать, чтобы познать о зиме теорологии и превратиться в самого настоящего волшебника. И предсказателя погоды смотрите в программе «Как так» на телеканале Универ ТВ. Елизавета Газизянова, Софья Щегунова, Хафиз Гараев, Универ Новости.